Детание о ситуации на Крымском полуострове будем говорить далее. В нашем эфире Рифат Чубаров, глава Меджилиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Скажите, а к чему такое нагнетание, вот этот желтый уровень террористической угрозы на 16 дней? С чем это может быть связано? Начиная с августа месяца, с удара по военному аэродрому Новофедоровки, под САКами, в результате которого, по разным данным, не менее 10 российских военных самолетов было уничтожено. А потом уже были чуть позже взрывы Джанкоя, где был уничтожен очень большой склад боеприпасов. Облеты беспилотниками Севастополя, атака здания Черноморского флота России. С того момента, в общем-то, российские оккупанты в Крыму все время в таком тонусе, я бы сказал, постоянной паники почти. Что, по крайней мере, они всегда теперь оглядываются на то, что вооруженные силы Украины не только приблизились к Крыму, но они имеют возможности, чтобы атаковать военные объекты в самом Крыму. И для того, чтобы подготовить собственных военнослужащих и население держать под контролем, они, конечно, еще и устраивают такой информационный фонд для того, чтобы и население находилось в напряжении. Скажите, а население под контролем? Вот как люди, жители полуострова, как они реагируют на вот эти постановления о повышенной террористической угрозе? Люди выезжают, может быть, наблюдаются пробки на Керчевском мосту? Или те, кто хотел уехать, уже уехали и остались действительно люди, которые ждут украинскую армию? После того, как подорвали мост, там уже нет нормального движения. И какие бы рапорты со стороны правительства, со стороны агрессора не озвучивались, и даже сам диктатор России приезжал на прием очередных работ по восстановлению моста. Но с того времени, октябрь, это был с октября месяца, как был подрыв, Крыму на мосту нормального движения нет, и заторы там постоянные. Это еще связано с тем, что российские спецслужбы предпринимают особые меры по обеспечению безопасности этого объекта. Он для них очень важен, поскольку это единственная возможность, чтобы перевозить Крым в военную технику. И все то, что связано с ведением войны. Но и все равно, вот я вчера читал буквально цифры о том, что туристический сезон в Крыму просто провальный. Просто провальный на самом деле. То есть это означает, что все-таки люди боятся там оставаться. Вот россияне, они бегут оттуда. Мы знаем, что и чиновники, и ФСБшники, все свои семьи вывозили уже на территорию Российской Федерации. Ну, ясное дело, за короткое время, после 24 февраля, у граждан России абсолютно изменилось восприятие Крыма. Если год назад они верили полностью заверениям Кремля, что Крым навечно включен в состав России, и он защищен в полной мере от всяких внешних каких-то притязаний, то теперь строительство фортификационных сооружений и открыто, и более того, освещение, это прессия, различные взрывы, облет беспилотниками военных объектов, ежедневная работа средств противовоздушной обороны. Ну, скажем, вчера в Джанкуе, а сегодня... Да, да, кстати, расскажите, а что было в Джанкуе и что сегодня? Что за взрывы? Будем следить из того, что мы тоже пока не обладаем полнотой информации, но оккупанты, представители оккупационной администрации, как правило, пытаются максимально все это скрывать. Говорили о том, что в Джанкуе были замечены беспилотники, и они были обезврежены силами противовоздушной обороны. Вы также знаете, над Энгельсом аэропортом тоже был замечен, беспилотники сбили свой истребитель. Сегодня что-то подобное было в Севастополе, когда начали раздаваться очень мощные взрывы, есть несколько видео гуляя в соцсетях, и было очевидно, что это работают средства противовоздушной обороны, но оккупанты долго держались в версии о том, что это некий самолет взял звуковой барьер. Но через некоторое время, поскольку эти видео, они со всей очевидностью показывали то, что здесь были участвовали беспилотники, они были вынуждены признать, что это был и самолет, который взял звуковой барьер, и некий неопознанный беспилотник, который был уничтожен противовоздушной обороны. Но исходя из того, что Севастополь и территория вокруг Севастополя – это, в общем-то, такой очень интересный объект для вооруженных сил Украины, как, впрочем, некоторые и другие районы Крыма, я думаю, что здесь идет очень активная подготовка к другим действиям, которых мы все ожидаем. Рефат, сегодня мы в эфире говорили с городским головой Мелитополя. Иван Федоров рассказывал о том, что оккупанты сейчас закапываются в городе, они укрепляют трассу, вот этот тот самый сухопутный коридор с автономной республикой Крым. Скажите, пожалуйста, как ведут себя оккупанты в плане подготовки к боевым действиям на территории временно оккупированного Крыма? В сети появились спутниковые снимки, их опубликовал швейцарский аналитик Бенджамин Питте, и там вот видно, что окапываются сейчас на южном берегу полуострова, вокруг радиолокационной станции возле Лазурного. Это же не единственная локация, где оккупанты пытаются укрепляться? Нет, конечно. Просто некоторые работы они проводят демонстративно, а некоторые они проводят в скрытой форме, демонстрируют подготовку к защите Крыма, как говорят представители оккупационной администрации. Как правило, вот такие работы демонстрируются в Северном Крыму, где роются окопы, устраиваются блиндажи, и устанавливаются специальные бетонные изделия, которые должны препятствовать наступлению вооруженных сил Украины. Очень большое внимание уделяется укреплению на западе Крыма, это снова же Саки, Донузлав, Евпатория. И в этой части Крыма также оборудованы сразу же после оккупации современные ракетно-зенитные комплексы, откуда, кстати, обстреливаются материковая часть территории Украины. Эти районы являются очень важными с точки зрения российской администрации, но и, разумеется, для нас, для вооруженных сил Украины, они также представляют очень большой интерес. Что касается действий российских оккупантов под Мелитополем, то это абсолютно ожидаемо, поскольку если перерезать этот суходолный, дорогу по суше из Крыма через Мариуполь в Ростовскую область, практически открывается прямая дорога к освобождению Крыма. В общем-то, надо всегда помнить, что и в прошлой войне, в Второй мировой войне, собственно, Мелитопольский плацдарм и был предтечей освобождения Крыма, и сегодня это точно так же будет повторяться. Знаете, что в этом всем хорошо, что оккупанты, они уже как данность, как факт приняли, что будут боевые действия на территории Крыма. То есть они уже окапываются, они уже понимают, что там они проиграют, так или иначе, левобережную часть Днепра, там, Херсонской области, она вскоре будет освобождена, и будут боевые действия на территории Крыма. Как вы думаете, учитывая предыдущие все, так сказать, жесты доброй воли и то, как бежали позорно оккупанты с других ранее оккупированных территорий, как сильно они будут цепляться за Крымскую, за нашу Крымскую землю? Все будет зависеть от того, насколько прорывными будут действия вооруженных сил Украины. Но можно вывести такую простую формулу, чем успешнее будет продвижение подразделений вооруженных сил Украины в направлении Крыма, тем меньше вероятности кровавых сражений на территории самого Крыма. Это все взаимосвязано. И поэтому, но все будет зависеть от того, какое будет дальнейшее развитие хода войны. И если будут нанесены в свое время очень мощные удары по Черноморскому военному флоту, какую бы он опасность там ни представлял, но он ограничен своих возможностей, поскольку проливы закрыты Турецкой республикой, и она здесь очень четко исполняет международное право, то уничтожение нескольких ведущих военных кораблей России в Черном море уже будет означать кардинальное ослабление возможностей России и защищать Крым. И новый подрыв или полностью уничтожение моста через Керченский пролив, это практически будет означать неминуемое освобождение Крыма относительно, но такой некровавый способ. Да, многие военные эксперты предполагают, что действительно невоенным путем Крым может быть освобожден. Посмотрим. И еще хотел у вас спросить, если можно коротко, о движении сопротивления. В Крыму сейчас мы фиксируем различные акции протеста оккупантам. Потенциал сопротивления огромный, об этом говорил недавний постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым, Томила Ташева. Известно, что на 1 ноября в Крыму были зарегистрированы 184 административных дела о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Сопротивление ведь будет возрастать, наверное, с приближением наших войск к Крыму. Абсолютно правильное утверждение. Чем ближе будут вооруженные силы Украины к полуострову, тем значительнее будет сопротивление жителей Крыма. Если сегодня мы наблюдаем в крымском сообществе очень высокое ожидание со стороны тех, кто остается верным украинскому государству, кто не поддерживает и не принимает российскую оккупацию, то, разумеется, эти люди по мере продвижения вооруженных сил Украины будут проявлять новые действия в своем поведении. И сейчас, в общем-то, это наблюдается. Конечно, это все пассивное сопротивление, но оно позволяет поддерживать моральный дух местного населения, остающегося верным украинскому государству. Скажем, и вы обратили внимание, скорее всего, в своих передачах на использование символики украинской, в частности, цветов украинского государственного плага в оформлении городов к Новому году. Но в то же время надо заметить, что... В Ялте, да, если не ошибаюсь, елочку украсили все? Или в Керчи? Это и в Ялте. В Керчи вообще там вся набережная освещения было оформлено в два цвета, жопто-блакитный. Просто. И в Ялте, и в Севастополе это наблюдается. Но в то же время среди тех, кто прислуживает оккупантам, находятся такие мерзавцы, которые выискивают любой, даже намек на проявление украинского патриотизма. И они пишут доносы ФСБ. Этих людей вызывают. Штрафы. Но, скажем, тотальные контроли за крымско-татарскими свадьбами, это уже никого Крыму не удивляет. На каждой свадьбе, как правило, прикреплены несколько сотрудников ФСБ, которые выжидают, чтобы там не звучали украинские песни или какие-то иные действия, которые говорят о патриотизме этих людей. Но что же, это все перейдет в активные формы сопротивления, как только ситуация будет позволять это людям делать. Что ж, спасибо всем крымчанам, которые ждут, когда наши войска освободят полуостров и которые сопротивляются российским оккупантами, тем самым приближают нашу победу. И вам спасибо, Рифат. Рифат Чубаров был в нашем эфире главами Джилиса Крымско-татарского народа.